Белорусская транспортная неделя Уже здесь наблюдается ажиотаж Людей очень много И нам посчастливилось застать на стенде Skyway Основателя технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого Добрый день, Анатолий Эдуардович Добрый день, не лукавьте Вы не застали, вы знали, что я здесь И я на открытии выставки должен был присутствовать Я действительно не был уверен, что вы здесь будете Потому что в Берлине вас не было У вас есть более важные дела Которыми вы заняты в основном в экотехнопарке Что все-таки заставило вас почтить своим вниманием Белорусскую выставку, в отличие от немецкой Не надо таких громких слов Германия далеко И туда надо было ехать на неделю Вообще-то на выставке должны присутствовать Не руководители предприятия, а стендисты Они должны рассказывать, показывать об актмонатах И у нас сейчас серьезная работа идет Идет стройка И самый ответственный этап Это монтаж путевой структуры Для двух трасс И поэтому, естественно, я занят Ну, можно сказать, круглые сутки на этой работе Ну, а в Минске мы находимся рядом Поэтому не заехать и не видеть наше детище Мое детище, но я не мог Тем более, что сегодня будут члены правительства Я хочу тоже им рассказать о проекте Расскажите, пожалуйста Что мы представляем на выставке? Ну, две машины, причем полноценные Это промышленные образцы Они некие макеты Из фанеры, как наши недоброзватели говорят Это машины, которые полностью укомплектованы И здесь есть ходовая часть Есть рама, есть салон Есть автоматизированная система управления Есть стыковочные узлы Есть даже, вот тут кусочек покажем Путевой структуре в масштабе один к одному И можно посмотреть, какой будет путевая структура Она очень будет компактна Это городской юнибус Он 14-местный На самом деле он 25-местный Если взять нормативы общественного транспорта Российского или Белорусского Где метро, например, 8 человек на квадратный метр Поэтому если из этих норматив исходить, где 25 человек должно перевозиться А мы взяли нормативы организации обидных наций, где 3 человека на квадратный метр То есть мы будем сфиксировать нашу технологию по самым жестким мероприятиям? Да, я всегда говорил, что мы из каждого требования Ну, таких педовых стран Как, допустим, США Россия Страны Европейского Союза Белоруссия Организация обидных наций С каждой нормативы берем самый жесткий норматив Ну, допустим, по безопасности По электробезопасности По шуму По уместимости, да И из этих жестких самых нормативов Проактируем машину Поэтому она будет сертифицирована в любой стране Я охотно поверю в это Потому что в Берлине мы провели эксперимент Вместо 14 человек вошло 17 И оставалось еще достаточно много места Да, да, да Вы это подтверждаете, так? Здесь будет пол в пол Ну, здесь поэтому сделаны ступеньки На самом деле перун будет на одном уровне И поэтому здесь может и инвалид-колясочник спокойно объехать Здесь не будет перепада высоты Для него тоже присмотрим здесь место Антоний Эдуардович Часто инвесторы спрашивают, обсуждают Чтобы снять все вопросы Расскажите, в чем инновационность пола в Юнибусе? Кроме того, что там травка Какие-то бабочки, стрекозы Да, ну, во-первых, он красивый пол, так? Безусловно И в этом тоже инновационность Потому что это земля Мы ходим по земле При этом мы не разрушаем Потому что там прозрачный слой И даже бабочки Мы их не топчем, так? Ну да, после недели Берлина Смотр как новый И инновационность не в этом На самом деле Пол это сэндвич-панель Высокопрочная То есть пол является Как бы плитой Высокопрочной Которую выдержит, в принципе, слона Кстати, был случай в Германии Когда построили в Вепертале Первому на рельсу дорогу Еще построили в конце 19-го века Там было две аварийные ситуации Один раз забыли гаечный ключ на пути А второй раз решили перевезти слоненка Из зоопарка куда-то И когда его везли на речку Он проломил пол и выпал в реку И остался жив Поэтому прочность пола Она существенная для транспорта второго уровня Поэтому это пол высокопрочный А я слышал, что он даже с подогревом Да, и это вот И это второе Вернее, третье Что является национальным Значит, греть надо У нас же зима бывает И бывает холодно Поэтому здесь должен быть климат-контроль Да? И обогрев И поэтому лучше всего греть пол И поэтому здесь Да, в верхнем слое там Электрообогрев А внизу теплоизоляция Чтобы не греть улицу Вот все это в комплексе является как бы инновационным Спасибо большое Что вы расскажете о других образцах Мы точно видим здесь юнибайк Да, точно мы видим юнибайк Это прогулочная машина Где можно и фитнесом заниматься Вот мы видим, что один из наших инвесторов Крутит велогенератор Правда, он несколько вял это делает В данный момент он инвестирует свою физическую силу В наш проект Не, ну надо, если бы он был Как бы более интенсивно крутил То вот на этой бы энергии Можно было развивать скорость 60 км в час Но скорость вообще расчетная Юнибайка 150 км в час И остальную энергию дают аккумуляторы Поэтому фактически тот, кто крутит педаль Он заряжает аккумуляторы А аккумуляторы уже потом запитывают привод А привод, работа привода регулирует С автоматизированной системой управления Поэтому юнибайки едут все по трассе С расчетной скоростью Не зависит от того, крутит кто-то педаль Или не крутит Иначе не будет логистики И будет небезопасно Спасибо большое Скажите, пожалуйста Какие вообще варианты исполнения юнибайков есть? Я слышал, что бывает трехместный С различными вариантами Педальных узлов Количеством точнее Мы здесь представляем явно двухместный С одним педальным узлом Да, может два Может без них быть Может быть одноместный Может быть и четырехместный Там целая линейка Но я хотел бы обратить внимание Вот на другой факт На экономичность, эффективность Вот если перевести электрическую энергию в топливо То юнибайк при скорости 100 км в час Будет потреблять 0,6-0,7 литра на 100 км в пути Вот что самое главное в этой машине То есть это, ну даже мопеды Он более многозатратный То есть даже без работы ногами Даже без педалей Нет, это не важно Это количество энергии, которое нужно Для движения со скоростью 100 км в час 100 км в пути он проедет на аквиваленте 0,7 литра топлива А эта машина Это аналог автобуса 2,7 литра на 100 км в пути При скорости 100 км в час Это самый экономичный транспорт в мире Самый Аналог автобуса по вместимости Но не по Вместимости не по параметрам Безусловно Поэтому таких машин ни в мире нет Мы переживаем весь мир И если, допустим, сравнить Это что же электромобиль? Говорят, это не электромобиль А что же это? Это полноценный электромобиль Сравните с Теслой И с известным автомобилем Илона Маска Эффективность его В 10 раз примерно выше По энергозатратам на движение В 10 раз Это порядок Спасибо большое за интервью Анатолий Эдуардович Уже собираются люди Вас ждут Подписывайтесь на наш канал YouTube Следите за обновлениями новостей На официальном сайте Межородной группы Компании Skyway По адресу rsv.defisystems.com Поддерживайте наш проект И тогда вы всегда будете В самой гуще инноваций Не зря же нас сюда пригласили Строй Skyway Спасай планету Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите новости Skyway В которых мы рассказываем вам О разработках и внедрении Прорывных транспортных технологий В последнее время Мы в основном информировали вас О премьере технологии Skyway На выставке в Берлине На Транс-2016 Где на суд мировой общественности Были представлены Образцы подвижного состава Skyway Действующая модель путевой структуры Но что же делается С основной С настоящей путевой структурой Ответы на этот И на многие другие вопросы Мы сегодня постараемся получить С помощью главного технолога Закрытого акционерного общества Струнной технологии Виктора Рудковского Здравствуйте Виктор Здравствуйте Вот рояль в кустах Очень кстати оказался Расскажите Что это такое И где мы с вами сегодня находимся Находимся мы на предприятии ОАО Стройтехпрогресс Наш основной подрядчик По всему этому действию По всей металлоконструкции Как для высокоскоростного транспорта Так и для легкой транспортной структуры Ранее мы уже были здесь Видели Секции Части и секции Сборной конструкции В общем Которые мы принимали И совместно С представителями тоже нашей организации Это уже какой-то очередной промежуточный этап Как я понимаю Скажем так Промежуточный этап Основных сборочно-сварочных работ Даже скажем так Финишный этап То есть то, что мы видим Это по сути По сути Вот то, к чему мы стремились Все это время Там на офисе У нас На проспекте Дзержинска То есть проектируя эти вещи Это вот В общем-то результат В железе, в металле В данном этапе Происходит сейчас Доработка некоторых элементов Нюансов То есть Почему мы сюда и приехали Собственно Значит Составление контрольной карты замеров Которую делали и ранее В общем-то Здесь она более объемная Более обширная Дальше После этого этапа Значит Театра металлоконструкции Идет на заливку Раскостных элементов Раскостной решетки Спецбетоном Тоже испытание Которое мы проводили Ну и после чего Нанесение финичного покрытия Защитного И отгрузка на монтажную площадку Ну вот последовательность Как бы работа такая Спасибо большое Ну как мы понимаем Это не первая Не последняя Секция Я вижу Что здесь Еще на территории Предприятия В производственных площадях Находится очень много Других элементов Для следующих Секций Расскажите пожалуйста А что это такое Да Ну вот мы видели Секцию Секцию в сборе Вот это Один из элементов Скажем так Раскостная решетка Ветровые раскосты наши В общем то С поставленными туда Это она внизу Так да Вот она в данном случае внизу Но положение Значит скажем так Рабочее положение Это металлоконструкции Ну перевернутая То есть грубо говоря Получается Вот это вот Сейчас она находится Она в перевернутом положении Да Вот это вверх То есть вот это вот Вот это вот пояса Они же рельсы Для высокоскоростного транспорта Вот это вот для городского То есть ну Составили было удобнее В общем то поставить Достать сейчас так На данном этапе Я думаю Собственного говоря Да Ну и если мы пройдем Немножко вперед Увидим Где в общем то Мы собираем Все это Основной сборочно-сварочной стапель Скажем так То есть отсюда Оно поступает На стапель Потом уже На финишную отделку Как я понимаю Туда Потом еще где-то там Заливается бетон Покраска Здесь мы Здесь мы в общем то Делаем замеры Смотрим геометрию Делаем доработку Вставку технологических Роскосов перемычек Если это необходимо Ну какую-то доводку Финишную По части металла По части точности конструкции Сопоставив С чертежами Имеющимися здесь Вот Дальше эта металлоконструкция Поступает на определенный участок Где идет подготовка К бетонированию Роскосов Основных наших Ну и собственно Цех дроби струйки Окраски Всего остального Это сборочно-сваричный стапель Основной Здесь собирается Такая же секция Которую мы видели Не секция А уже объемная Объемная ферма 12 полнометров Часть Готовая часть элемента Нашей структуры В общем то Ну Вот как-то так Все ясно Ну а здесь Как я понимаю Боковые части Путевой структуры Соответственно А вот это как бы верх Грубо говоря То есть ну В технологии сборки Собираем сразу Левую и правую части Соответственно Смотрим какая геометрия Получается Дальше Выкладывается Левая часть Часть правая И вставляется Роскосная решетка Уже в общем металлоконструкцию Соответственно В структуре Общей оснастки Нашей всей Вы Можете это рассказывать? Вас уполномочили? Не слишком ли Много секретов Мы раскрыли? Ну Скажем так Секреты они Внутри конструкции Как конструкция работает В общем-то Мы говорим с вами О том Что мы проектирули И что мы получили в итоге Спасибо большое Виктор За Ну даже Более исчерпывающие ответы Чем я предполагал Мы с вами В экотехнопарке Как вы наверное Уже догадались И пока мы ожидаем Прораба Подрядной организации Я хочу вам рассказать О том Неприметном Казалось бы Здании Временном Точнее Сооружение Которое Находится За моей спиной Несмотря на то Что нам Нельзя снимать Что происходит Там Внутри Я хочу Чтобы вы все Знали Там Творится История Редактор субтитров Мы вас уже познакомили С тем Как обстоят дела С изготовлением Путевой структуры Для Высокоскоростной линии В силу Конструктивных Особенностей Там Большая часть Работы Проводится Под крышей В производственных Промышленных Условиях А что касается Легкой Линии Для Юнибайков То здесь Большая часть Работы Проходит в Экотехнопарке Где мы Сейчас с вами И находимся Мы Побеседуем С прорабом Организации Которая Занимается Как раз таки Сборкой И последующим Монтажом Если не ошибаюсь Легкой И впоследствии Грузовой Транспортных Систем Добрый день Добрый день Представьтесь Пожалуйста Меня зовут Демидович Кирилл Производитель Работы УАО Промтехмонтаж Скажите На какой фазе Находится Монтаж Легкой путевой Структуры Skyway На данном этапе Мы производим Укрупнительную Сборку Подвесного Пути Соответственно Сварочные Работы И Растяжка Самого Непосредственно Подвесного Пути На данный момент У нас Идет Сварка Производится В этой палатке Да Непосредственно Здесь Идет И Подготовительный Весь процесс Сварочный Процесс И Зачистка Самого Подвесного Пути А потом Это каким-то Образом Вытягивается И все Новые Новые Рельсы Можно так Сказать Поступают Сюда И Она Растет Вдаль Вдаль Да Я смотрю Уже достаточно Много Сделано По-моему Больше Половины Больше Половины Почти Уже Выполнено В соответствии Когда будет Выполнено Непосредственно Весь Подвесной Путь Дальше Будет Производиться Затяжка Троссового Пути И Его Моноличивание Спасибо большое Но Насколько Я в курсе Уже И На третьей Линии То есть На грузовой Начинаются Работы То есть Все Три Транспортные Системы Монтируются Практически Одновременно На какой Стадии Грузовая Находится Сейчас Трасса На данный Момент На прошлой Неделе Поступили Металлоконструкции Погрузочной Линии Соответственно На сегодняшний Грузовой Линии Извиняюсь На данный Момент У нас Производятся Все Измерительные Работы Выверочные И На следующей Неделе Мы приступим Непосредственно К монтажу Станции Натяжения Спасибо Большое Подписывайтесь На наш Канал Ютуб Следите За обновлениями Новостей На официальном Сайте Международной Группы Компаний Skyway По адресу rsv Thefisystems.com Поддерживайте Наш проект И у вас Все в жизни Будет путем Строй Skyway Спасай Планету Здравствуйте Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите Новости Skyway В которых Мы рассказываем Вам о разработках И внедрении Прорывных Транспортных Технологий Как мы Вам Уже Сообщались С Анатолием Эдуардовичем В одном Из последних Репортажей Из Экотехнопарка До испытаний Подвижного Состава Остались Не недели А дни Так вот Сообщаем Что эти испытания Уже успешно Проводятся Но Обо всем По порядку И лучше всего Об этом Поведует Естественно Генеральный Конструктор Skyway Анатолий Эдуардович Юницкий Добрый день Анатолий Эдуардович Добрый день Вы правы Действительно Не один день Уже идут испытания Тестовые Естественно Но То что Поедет Колесо По рельсу Было понятно Уже всем Не могли бы Вы рассказать Что именно Мы здесь Испытываем Ну Не забывайте У нас колесо Необычное Рельс Необычный Поэтому Многие Не верят Что поедет Но Прежде чем Проводить испытания На тестовых Участках Мы должны Испытать Ходовую Тележку Для того Чтобы Смоделировать Разгон Торможение Потом Позиционирование Мы ведь Позиционировать Должны на станциях С мощностью До 10 мм Чтобы Дверь Открыть Какие Ускорения Есть Нужное Сцепление С рельсом Не Проскальзывает Ли Колесо При Разгоне Ну Естественно Шумы Ну Мы Всякие Присутствуем Тут Идет Полноходом Работа И Слышна Да И слышен Шум Небольшой От Нашей Дороги Ну Потому Что Мы Смоделировали Дорогу Но Эта дорога Ненастоящая Не струнная Здесь Обычная Стальная Балка Выполнена В виде Фермы И Я Вспоминаю Эти старые Фермы Мне очень Нравятся Советские Когда Там Целина Вот Зовут на обед Там Доярок Трактористов В рельс Постучали По рельсу И за Три километра Слышно Побежали На обед И Мы знаем Как железнодорога Слышна Она слышна На километре За километре А здесь Шум на самом деле Небольшой Но В нашем Вот Модели Нашей дороги Нет Бетона А причем Бетона Специального Ну и Здесь он Не нужен И мы Который Собственно Будет Гасить Шумы Потому что За счет сил Внутреннего трения Бетон Гасит Весь Депозон Колебаний И шумов От Ультразвука До Ультразвука И Мы Тоже Здесь Меряем Шум Сколько Децибел Что Потом Оно Было Сравнить С Шумом На дороге Где Нет Пустотелых Конструкций Они Заполнены Специальный Бетон И Вот Эти Все Испытания Мы Проводим Уже Не Один День Чтобы Потом Тележку Она Полностью Здесь Она Не Смоделирована Настоящая Ходовая Тележка Если я правильно Понимаю Это Тележка Которая Стояла В Юнибайке Которую Достали Для того Чтобы Довести Перед Тем Как Поступит И Юнибайк И Юнибус На Ходовые Испытания Полноценные В экотехнопарке Потому что Мы Сделали Не Макет Юнибайка А Промышленный Образец Со всей Начинкой С ходовой Частью Естественно С рамой И так далее Несущая Так вот Ходовая Часть Несущая Рама И Все Что На ней Размещено Там И Аккумуляторы Накопители Энергии Которых Хватат На день Испытания На целый День Там До Двусот Километров Может Потом На Аккумуляторах Юнибайк Проехать Похоже На поточный Накопитель Из фильма Назад в будущее Ну Что Наташ Так Тут Инвертор Стоит Тут Стоят И Элементы Которые Обеспечивают Микроклимат В салоне У нас же Салон Ну Терморегулированный И там Комфорт Соответственно Не только Нужными Температурными Режимами Но и Чистый Свежий Водух Должен быть Поэтому Там должны быть Соответственно Фильтры Стоять Вентиляторы Обогреватели Кондиционирование Должно быть Это тоже Размещено На ходовой Тележке Ну и естественно Система Автоматического Управления Она тоже Размещена На ходовой Тележке Сама Система И Силовая Рама Ходовая Часть С подвеской То есть Это все То что Является Собственно Сердцем Любого Транспортно-средства И любая Какая И мы Вот это Сердце Испытываем Вот здесь Отдельно От организма Скоро Мы соединим В одно целое И вот это целое Мы уже Планируем В середине Ноября Поставить На ходовые Испытания На Китинопарке Спасибо большое Я так понимаю Что Вот этими Испытаниями Мы Ответили На Происки Всех Недругов Критиков Проекта Чувствуете Ли вы Что Уже Утерли Всем Нос Или Только Подходите К этому Ощущению Ну Можно все равно Скажем Что это из фанеры Сделано Надо Подойти Подключать головой А звук наложен А звук наложен Конечно А это вообще Фон На самом деле Так Ведь все Что угодно Можно говорить Но Мы реально Делаем Реально работаем Реально Даем результаты И Ведь Это вот все Вот я сам Как вот я сумел Оторганизовать За год Там был Танковый полигон Там Ямы были Глубиной Два метра Вы же помните Бурьян Как мы Там Деревья рубили Кусты Да Облагораживали Территорию Это было Год назад Все Благородному делу Господь Бог помогает Конечно И сейчас Смотрите Уже две машины Целиком готовы Уже первая Тестовая трасса Будет готова Потом Буквально Через Пару мест Будет Вторая Где-то через Три-четыре месяца Третья Где уже И мы еще Другой подвижный Состав готовим Который на этого У нас есть еще Другой тип Городского Я пока Не буду говорить Детали Он будет В виде Небольшого поезда Так И грузов И грузовые Юнитраки Мы тоже Уже Приступили К изготовлению Рабочая документация Уже есть Для того Чтобы Возить Цепучие И штучные И жидкие грузы Анатолий Нагрузка От Корпуса Небайка И пассажиров Поэтому Эта тележка Нагружена Еще Нагрузкой 500 кг Она подвешена Эта нагрузка Поэтому Здесь Не смоделированы Только Габариты И Допустим Парусность Или Ветровые Нагрузки Ну А то Мы же Там Смоделированы Экотехнопарки А все Массовые Инерционные Вот эти Характеристики Они здесь Соблюдены То есть Самое главное Мы проводим Скажем так В тепличных В идеальных В удобных Для работы Условиях В цеху Нашего Опытного Эксперентального Производства И по большому счету Если все Успешно пройдет Здесь Это будет Практически Ну как я понимаю Процентов на 90 Гарантии Что все Точно так же Пройдет И в экотехнопарке На 100% Гарантии Какие 90 Здесь Смоделировано все Ну Не смоделировано Только допустим Погодные условия Ну если Двигатель Автомобиль Работает на стенде Наверное Под капотом Он тоже будет работать Поэтому У нас будет свой капот Мы же Оденем потом Корпус Защиту Всю Да От дождя От ветра От снега И там Внутри Просто В этом пространстве Там будут тепличные условия Для оборудования Такого же Как в цехе Спасибо большое Откройте Самую страшную тайну Скайуэй Кто будет Первым пассажиром В юнибайке Никто А я слышал Что ваши коты Нет Нет Они нельзя Дело в том Что до Сертификации Это запрещено Не ну я не говорю Нарушение будет После сертификации Да Ну после После Я должен быть Я первым Я должен Стать под дорогой Первым Чтобы показать Не упало Не обрушилось И я должен Сесть первым Чтобы Быть уверен Что не погибнут Люди Которые там будут Делать Это я должен Вы настоящий капитан Спасибо вам Я переполняем Всякими чувствами Все исключительно Позитивные Прежде чем мы Завершим репортаж Скажите еще То что вы хотите Но я Почему-то об этом Вас еще не спросил Почему-то об этом И что еще важно Мы стоим В нашем цехе Испытания идут В нашем цехе На нашем заводе Мы находимся В цехах Опытного Производства Юнибус Опытно-экспериментального Производства Мы Я не имею ввиду Зао Струнные технологии Себя Потому что Совладельцами Всего-то являются Наши инвесторы Акционеры Которые прибыли Долю В общем бизнесе Технологии Они тоже Совладельцы Вот И это Очень важно Потому что Совсем недавно У нас Ничего этого не было И мы буквально На коленке Все делали Сейчас нет У нас серьезное Производство Оснащенное Достойным Оборудованием Которое мы сейчас Это производство Расширяем Мы приобретаем Очень серьезное Оборудование Сейчас Потому что Мы намечены Уже Скоро перейти К мелкосерийному Производству От Одиночного Производства От Мелкой серии А потом уже И крупной серии Потому что У нас Много сейчас Потенциальных Заказчиков Которые уже В ближайшее время Будут приезжать Нам Готовы Приехать Чтобы ознакомиться С нашим Производством И оценить Способны ли мы Изготовить Подвижной состав И путевую структуру Для реализации Адресного проекта В ряде стран Я не буду Называть эти страны Их около десятка Но вы скоро В одну из этих стран Едете Насколько я знаю Да Буквально В понедельник Но Прежде чем Мы начнем Осуществлять Все эти адресные проекты Как я понимаю Мы должны Еще пройти Сертификацию И это Начнется В экотехнопарке Не могли бы вы По срокам Сориентировать Потому что Все наши партнеры Очень интересуются То что мы видим Это тоже элементы Сертификации Это не просто Мы сделали И моделируем Работу В том числе Путевую структуру Это часть сертификации Она идет А завершим Мы ее Весной В следующий год Спасибо большое Анатолий Эдуардович Подписывайтесь На наш канал Ютуб Следите за обновлениями Новостей На официальном сайте Международной группы Компании Skyway По адресу RSVDEFISYSTEM.COM Поддерживайте Наш проект Ибо в нем Мечты Сбываются Строй Skyway Спасай планету Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите новости Skyway В которых мы рассказываем вам О разработках и внедрении Прорывных транспортных технологий Как всегда Хитом наших новостных выпусков Является посещение экотехнопарка Skyway Сегодня мы здесь Как раз таки и находимся И нашим собеседником Является главный инженер Закрытого акционерного общества Струнной технологии Алексей Сергеевич Савин Добрый день Алексей Сергеевич Добрый день Уважаемые Зрители Зрители канала И инвесторы Расскажите пожалуйста На фоне чего Мы с вами снимаемся Что за работы Проводятся Ну и потом Естественно Мы подойдем К легкой путевой структуре Скажем так Вкусная на третье Да Ну на сегодняшний день Первое монтажное управление Промтехмонтажа Начало Монтаж Грузовой Анкерных опор Грузовой Транспортной системы Вот это вы видите На экране Идет установка Металлоконструкции К фундаменту Анкерных опор Соответственно Ну вы видите Что выпал снег У нас сегодня Первый снег Который так плотно лег Хотя и мокрый Несмотря на Это на непогоду Дожди которые были Работы Продолжаются Согласно графика Строительства Корректива погоды Конечно вносит Но Как и в прошлом году Мы не теряем Оптимизм И все работы Еще раз повторю Что ведутся Согласно графика Понятно А что на первой линии На какой фазе Она находится То есть Пассажирская Городская И высокоскоростная Ну На анкерной опоре Станции У нас заканчиваются Отделочные работы Установлены Окончательно Фасады Витражи Производится Окончательно Облицовка Штукатурка Стен Ну и Произходит Монтаж Пролетов Путевой структуры Сварка И монтаж Пролетов Путевой структуры Спасибо большое Ну и давайте Пройдемся Все таки Немножко По территории И Прокомментируем То что происходит На легкой Которая вот-вот Уже В ближайшие дни Наверное Начнет функционировать И На месте Прокомментируем Хорошо Продолжение следует... Алексей Сергеевич Ну вот мы сейчас с вами На максимальном приближении К легкой Транспортной системе На которой можем быть Для того чтобы Не показать ничего лишнего И именно поэтому Нам так необходим Комментарий Главного инженера Что же все таки Уже сделано Что предстоит И Как скоро Мы все таки Увидим Испытание Юнибайка Ну на сегодняшний день Да мы все показать Не можем Раскрыть всех Нюансов Мы находимся На последнем Завершающем этапе Монтажа Путевой структуры И вот уже Совсем Совсем В скором времени Буквально Чуть-чуть осталось Дождаться Потерпеть И на этой линии Уже будет ездить Юнибайк Спасибо большое Как вы предполагаете Успеем ли мы В те сроки Которые Обозначил Анатолий Дардович Юницкий Генеральный конструктор Нашей Организации Безусловно Поддерживайте Наш проект Подписывайтесь На наш канал Ютуб Следите за обновлениями Новостей На официальном сайте Международной группы Компаний Skyway По адресу rsv.defeesystems.com Для того чтобы Не пропустить Самое главное И тогда В вашей жизни Не будет Плохой погоды Строй Skyway Спасай планету Приветствую дорогие друзья Коллеги Напишите пожалуйста Как меня видно Как слышно Кто подошел Только сейчас Вот пишут Что нет Сергея Анатольевича И нет троллей Кстати троллей Нет Не было Так-то И На Дневном Вебинаре Ну наверное Мы Такой вот Очень жесткий Вебинар Провели Прошлый То есть Про Виктора Узлова Мы поговорили Я рассказал И показал Ретроспективу И сравнение С нашими партнерами По второму По транспорту Второго уровня Это Hyperloop И такой вот Очень обширный Вебинар Появился Ну я могу сказать Дорогие друзья Что приближается То время Когда Тролли Не то что не будет Они не будут становиться Нашими инвесторами Потому что Когда Все уже Демонстрируется В движении И Тут вообще Не остается Никаких аргументов Чтобы задумываться А вдруг Это нереально А вдруг Это не едет Если это уже Едет То есть Это противоречие Уже здравому Смыслу Абсолютно Я могу сказать И таких людей Нужно будет Просто Элементарно Лечить Я Сергей Анатольевич Всегда Мотивируют На то Чтобы не обращать Внимание На таких Троллей Но Естественно По ней Задевает Иногда Заживое Но Несмотря на это Мы Стараемся Не отвлекать Внимание От главных Тем Вебинара В репортаже Который Вы сейчас Увидели Я Очень рад Этому Репортажу И Действительно Начинается Движение Sky Fitness То есть Движение Среди Спортсменов Я На Словацкой Конференции Привел Такое Сравнение Вообще Какое Массовое Влияние На Широкие Слои Населения Оказывают Люди Каких Сфер Деятельности Это В первую Звезды Музыка Кино Во вторую Очередь Это Политики И В третью Очередь Это Спортсмены И Очень радостно Что К нам Присоединяются Действительно Гиганты Своей Сферы Чемпионы Мира Чемпионы Мира Вице Чемпионы Мира Ну я по Фрейду Оговариваюсь Потому что Адриан Наверняка Станет Уже Чемпионом Мира В этом Году В Бельгии Постараемся Максимально Присутствовать На этом Событии Ну Не знаю Как получится На самом Деле И Сейчас Уже Вот Пожалуйста Владислав Гончаров То есть Молодое Дарование Спортивный Гений Я бы сказал Встретился С техническим Гением С Гением Изобретателем То есть Это Действительно Встреча Очень Логичная И Правомерная И Я хотел бы Вам Донести Вообще Глубокий Смысл Тот Который Мы Заложили Направление Движения Которое В первую Очередь Инициировал Сам Анатолий Эдуард Чуницкий И Адриан Донес Лишь Потребность Ну и Мы Сергей Анатольевич Вместе С ним Идею Которая Родилась Буквально На второй Словацкой Конференции В фойе Адриан Тогда Дал Отзыв Вы Я думаю Все Прекрасно Знакомы С этим Отзывом Чуть Попозже Я В конце Вебинара Дам Ссылку На этот Отзыв С этого Момента Началась Генерация Идеи По поводу Направления Sky Fitness Я могу Сказать Что Нас Ожидает Не знаю До Демонстрации В движении То есть 29 На и Попозже Но Очень Серьезный Очень Мощный Ролик Менее Чем На минуту Он Задумывается Как Вирусное Распространение Видео То есть Та Технология Виде Юнибайка Которую Мы сделали Можно Сравнить Действительно С человеческими Частями Тела Больше Ничего Абсолютно Не скажу И Могу Сказать Что Адриан Покажет В этом Ролике То что Действительно Реально В Юнибайке Заниматься Циклом Упражнений На все Группы Мышц И Как мы Говорили Позиционировали Что Можно Действительно Вот это Второе место Пассажирское Переделать Фактически В спортзал И С Господин Сенкевичем Об этом Общались Он тогда Спросил Фразу Кто Эти люди И что Они Собираются Снимать На что Ответили Это Футурологи И Потом Такая Живая Дискуссия Была О том Вообще Насколько Это Интересно Теоретически Было бы Инженерным Дрить Ну Естественно Покажет Время Покажет Тренд Покажет Рынок Покажет Спрос Но То Что Спрос Будет На Юнибайке Я думаю Что Абсолютно Всем Понятно И Если В один Прекрасный Момент Мы Выставим Как Илон Маск Делает Предпродажи Еще До Создания Первых Реальных Партий Новые Модели Тесла Он Устроил Предпродажу Предзаказы То Огромное Количество Людей Заказали Я думаю Что Не меньше Будет У нас Заказов На Юнибайке Даже С учетом Того Что Струнные Дороги Еще Нигде Не Построены То Так Скажем Про Запас Потому Что Естественно Этот Теоретически Может Быть Предзаказ Не на Всю Стоимость Юнибайка Но Это Дорогие Друзья Футурология Это Пока Что Мечты Но У нас Многие Мечты Действительно В проекте Становятся Реальностью Я хотел бы Рассказать Немножко О том Что Ожидает Нас 29 Ноября То О чем Можно Рассказывать Без Указания Конкретики Естественно Без Указания Конкретных Лиц Потому Что Найдутся Умники Которые Полезут Сразу В интернет Начнут Искать Информацию Об этих Людях Я могу Сказать Что 29 Ноября Будут Присутствовать Представители Крупнейших Наших Управляющих Компаний С различных Стран То есть Это Канада Это США И Это Естественно Австралия То есть Это Управляющая Компания Первопроходец И Недаром Уникальные Действительно Права Были Даны На адресные Проекты По инициации В Австралии Роду Хук И его Команде Недаром В управляющей Компании Skyway Транспорт Австралия Входят Уважаемые Люди Сенаторы И По праву Род Хук Занимается Инициацией Адресных Проектов По территории Всей Австралии Потому что Он это Начал Естественно Были до этого Попытки И Начало Адресных Проектов И По Российской Федерации И В Ирландии Было Соглашение В Ирландии Армад Мурникс Наш Партнер Коллега Заключил Его Вот Буквально Недавнем Времени 2 ноября Было Заключено Также Соглашение С Челябинской Областью И О том О чем Гласит Это соглашение Я расскажу Дорогие друзья Чуть-чуть Попозже Потому что Это Также Серьезная Веха И Руслан Усманович Гатаров Наверное Не предполагает Что мы Ему Будем Предлагать Что Конкретно Мы Будем Предлагать В общих Словах Опять же Я Расскажу Вам Чуть-чуть Попозже Так вот Работа С управляющей Компанией И по созданию Управляющей Компании В США Началась Буквально Когда мы Еще С Сергеем Анатольевичем Были В Skyway Инвест Групп И Это Долгая Проработка Которая Сейчас Не принесла Ни цента Но Потенциал Который Оценивается Нами Это Очень Серьезный Потенциал Который Сравнить Я могу Разве Что С проектами Которые Естественно Сразу Была Завернута Обложка Ютуб Что Skyway Привлекает Первые Миллиарды Но Доля Правды В этом Есть Теоретически Потенциально В будущем Да И Франтишек Договорился С арабами О том Что Они Действительно Будут Посещать Эко Технопарк У меня С подачи Наших Инвесторов Произошла Беседа С представителями Также Африканских Стран То есть Также Есть желание Посетить Эко Технопарк Это уже Даже Не Танзания И Я могу Сконтакт Произошел Благодаря Обычной Сети Фейсбук Как Произошел Контакт Напомним Людмилы Хьюс Через Обычный Эмейл Это Рассылка По Контактам Линкдин И Родхук Откликнулся И этот Человек Просто Когда он Посмотрел Презентацию Которую Евгений Петров Наш Руководитель Пресс-службы ЗАО Струнные Технологии Сделал И Я думаю Что Всем Она Очень Сильно Нравится Кстати Рекордное Количество Просмотров Без Какой Либо Рекламы Это Уже Фактически 80 тысяч Это Наш Рекорд По Видео Но Я могу Сказать Что Видео С Адрианом Что-то Мне Подсказывает Что Оно Достигнет Еще Большего Потенциала Дорогие Друзья И Соответственно То Что Достигнуто Было Через Год Переговоров Что Было Проработано Сквозь Месяцы И Сергей Анатольевич Как на Работу Ездил Доносить Информацию Одному Из В прошлом Серьезных Людей В нефтяной Сфере Мы Обязательно Познакомимся С этим Человеком Когда Настанет Время Но Это Один Из Тех Людей Кто Заработал Миллиард Терял Миллиард И Снова Зарабатывал Миллиард То есть Вот Примерно Такого Потенциала Наши Партнеры И Недаром Они Имеют Все Лавры И все Шансы На Реализацию Адресных Проектов По США Если Говорить Про США Дорогие Друзья То Также Могу Сказать Что Неспроста Возможно Стал Президентом Дональд Трамп То есть Это Также Может Сыграть На руку Очень Серьезно И Очень Сильно Нашему Проекту Потому Что Опять же Есть У нас В структуре Человек Который Имеет Выходы На Ближайших Представителей Администрации Предвыборного Штаба Дональда Трампа Естественно Мы будем Делать Все Максимальные Попытки Для того Чтобы Реализовывать Эти Контакты И Прорабатывать Их Максимально Потому Что Донести Есть Что И Дональд Трамп В своих Репортажах Говорил Что Он Планирует Реализовывать Проект По Строительству Стены С Мексикой А почему Бы Это Не Сделать Струнным Ограждением Как Вариант Просто Донести Сравнить Показать Экономическую Солицеобразность И Возможно Оно Так и Будет Так же Как С Киргизи Наши Партнеры Будут Доносить Пограничным Войскам Концепцию Струнного Интеллектуального Ограждения И Я могу Сказать Что К чему Приведут Эти Контакты Которые Опять же Случайно У них Оказались Но Случайности У нас В проекте Не бывает И Я абсолютно Привык К тому Что Действительно Происходят Чудеса Чудеса На политической Арене На мировой Арене Потому что Неспроста Наверное Анатолий Эдуардович Назвал Наш проект Вообще Skyway То есть Небесная Дорога И То что Президентом Является Сейчас Дональд Трамп Я хотел бы Также Отметить Его знаменитую Фразу В свое Время То есть У Дональда Трампа Спрашивали Вообще Дональд Что вы Делали бы Если бы Лишились бы Всего Обанкротились бы И У вас Была бы Возможность Что-то Начать Начало Он Он Сказал Такую Вещь Я бы Нашел Компанию Которая Через Сетевое Построение Он Не так Сказал Которая С помощью Многоуровневой Системы МЛМ Компанию Нашел бы Самую Перспективную Стал Там Лидером И Стал бы Развивать А Каким Вообще Вариантом На сегодняшний День Наилучшим С применением Реальной Технологии Созданием Реальных Адресных Проектов Через Сетевое Построение Корпорации Которые В будущем Еще Даже Будут Дублицировать Повторять И Использовать Это Ноу-хау Можно Сравнить Проект Skyway И Возможно Когда-то Настанет Время Что Так же Как С Русланом Усмановичем Готаровым Невозможно Было Предположить Что Дат 2 ноября Это Свершится И Будет Заключено Соглашение Которое Прорабатывалось Более Года Так же Мы Будем Сидеть За столом С Дональдом Трампом То есть Со Сейвей Действительно Все Возможно Это Доказательство Те истории Которые Происходили Вот Буквально На моих Глазах С Сашей Мосиным С Фронтишиком Соларом Это Вообще Человек Из Традиционного Бизнеса С Инцинетой Анжены То есть Это Тоже Член Совета Правления И Выходится Из Банковской Сферы Также Ирина Волкова Выходится Из Банковской Сферы Что Касается Сергея Антольевича Это Вообще Чиновник С Большим Стажем И Приглашали Я знаю Точно Сергея Антольевича В 2015 Году На Пост Даже Министра В Российской Федерации Он Отказался И Определенного Определенного Направления Я не буду Говорить Какого Направления Спросив Вообще Есть ли У вас Программа Что Что мы Будем Делать На Что Мы Будем Опираться Естественно Программу Нужно Было Создать И На Тот Момент О Skyway Никто Не Желал Слышать Но Сейчас Постепенно Я могу Сказать Селябинской Губернии Неспроста Называя Губернии Мне очень Понравилось Как Анатолий Эдуардович Сказал Что Это Первая В Новейшей Истории Развития Skyway Губерния Которая Действительно Серьезно Обратила Внимание На Проект Skyway И Мы Не Просто Подписали Институционное Соглашение Мы Обсудили Два Проекта Первый Это Соответственно Проект Между Двумя Небольшими Городами С Остановкой На Туристической Зоне То есть Это Серьезный Европейского Уровня Горнолыжный Комплекс И Вообще Одной Стратегией Из направлений Урала Всего И Челябинской Области Является Увеличение И создание Туристических Кластеров Увеличение Туристического Потенциала Создание Туристических Кластеров Соответственно С технологией Skyway Непосредственно С юнибайками Непосредственно С юнибусами Мы Это Можем Реализовать Если Говорить Про то Что Мы Будем Вообще Реализовывать В Челябинске Я хотел бы Остановиться Не то что Реализовывать Не имею права Говорить Реализовывать Я скажу Что мы реализовали Когда мы Действительно Начнем Реализовывать Но я могу Сказать Что проект Челябинск-Екатеринбург На сегодняшний день В России Нет вообще Выскоскоростных Дорог И так же Как в 19 веке Из Санкт-Петербурга В Царское село А потом Из Санкт-Петербурга В Москву Была построена Первая железная Дорога Возможно В Челябинске И Екатеринбург Будет Первая Выскоскоростная Дорога Но это Дорогие друзья Это будет Не просто Выскоскоростная Дорога Во-первых Это будет Готовая Инфраструктура То есть Как я говорил На вводном Технико-экономическом Вебинар Это будет Единая Транспортная Энергетическая Коммуникационная Информационная Сеть Транснет И Соответственно Туда Куда Придет Инфраструктура На Уральском Регионе Именно Скайвей Сеть Появится Все блага Цивилизации Которые На сегодняшний день Мы можем Представить Дорогие друзья Это действительно Реальность И Кто Не понаслышке Знает эту трассу Челябинск-Екатеринбург Я могу Сказать Что Это Это такая Трасса Которая Позволяет Чуть-чуть Снизить скорость Когда Хочется Разогнаться Планирует Делать Платную Дорогу Но Что-то Мне подсказывает Что Будут больше Пользоваться Не автомобильным Транспортом А транспортом Скайвей Более того Я За себя могу Сказать Что Я с удовольствием На выходные Отправился бы На Екатеринбург Либо В кафе Какое-то Либо в кино Не в Челябинск А просто так Потому что Есть транспортная Доступность И есть комфортное Эффективное Перемещение Я отправился бы В Екатеринбург И провел там Целые выходные Со своей Любимой женой И на тот момент Я думаю Что Уже Многие Мои Друзья Которые Знают Что я занимаюсь Проектом Скайвей Не будут Пользоваться Транспортом Но Не являясь Инвесторами Как ни парадоксально Многие друзья Действительно Ждут до последнего Чего-то Просят провести Закрытые Презентации Но естественно Из-за недостатка Времени Я их Не провожу Так вот Руслану Смановичу Готару Мы будем Также Показывать Концепцию Вообще Линейного Города То есть Есть Определенные Задатки Модели Финансирования На этот Проект Мы будем Сравнивать С пятью Различными Технологиями Я не буду Называть Страны И Действительно Наша Технология Имеет Все шансы Выиграть Этот Небольшой Тендер Небольшой Естественно Я говорю В переносном Значении Небольшой В плане Всех Адресных Проектов Но для России Для Челябинской Области Для нас Для россиян Для Русских Я думаю Что на этом Вебинаре В основном Русскоговорящие Это Очень Серьезная Веха И Очень Серьезная Заслуга Всей команды Которая Работала Над адресным Проектом Это И Чита Баклуниных То есть Семья Баклуниных Которые С которыми Мы ходили На Различные Совещания Готовили Различные Документы Представителям Совершенно Различным Не Губернатору Не Вице Губернатору То есть Действительно Пробивались Я ощутил На себе Весь этот Путь Не умея Не зная Я Не Инфраструктурный Специалист Как Родхук То есть Все Приходилось Изучать Но Сейчас Есть Конкретные Связи С Проектировщиками Которые Реализовывали У нас Ряд Гостиничных Комплексов Которые Реализовывают Также И Нашумевший Наболевший Томинский ГОК Также Строительство По проектированию И так далее То есть Имеют Будет поддержка Администрации То Мы Покажем На сравнительной Характеристике И Мы Представим Наш проект Мы Представим Нашу Окупаемость А Решение Соответственно Это уже Будет Судьба Распределиться Судьба Развития Проекта Skyway Ну и Судьба Не побоюсь Этого слова Развития Всей России Для меня Это будет Определенным Триггером Потому что Когда Будет очевидно Что технология Skyway Более эффективная Более дешевая Более безопасная Более комфортная Продолжать можно Долг И она не будет Выбрана То что-то Здесь не так И что-то Нужно Предпринимать И Я искренне Надеюсь Что этого не Произойдет Дорогие друзья Истинно Как патриот Как патриот Челябинска Как патриот Российской Федерации Я верю Что Россия Проснется Россия Проснется И Заявит О себе С проектом Skyway 10-11 декабря И все вы В личных кабинетах Можете увидеть Мы еще не раз Проанонсируем Эту дату В Санкт-Петербурге Будет форум Посвященный Вообще Вот Этому событию И Мы сейчас Готовим Цепь Дальше Подписание Институционных Соглашений Многие Пишут Кириллу Бадулину И Дорогие Друзья Я рекомендую Не отвлекать Кирилла Бадулина Подвлекайте Лучше Меня Мы Будем С вами Пообщаться Отвлекайте Лучше Сергея Анатольевича И Если Действительно Есть Выходы Если Действительно Есть Понимание Каким Образом Прийти К подписанию Соглашения Я могу Сказать Что До подписания Соглашения Не так Далеко В Самарской Области Это естественно Так как Были Вице-мэры И другие Представители На выставке И на транс Екатеринбург Аркадий Бирюков Пробивает Почву Там Очень мощно И логично Чтобы Екатеринбург Подписал Соглашение Так как Это Вторая Сторона Соглашения По Челябинск Екатеринбург Это Также Казань Там Работают У нас Лидеры Красноярск Была Создана Даже Такая Модель Управляющей Компанией Ну естественно Это не Skyway Транспорт Австралия Но есть Там Также Лидеры Активисты Которые Могут Это Сделать Так Давайте Это Просто Сделаем Дорогие Друзья Потому что Начало Положено И Как я Говорил Любой Может Стать Каждым В бизнесе Skyway Действительно Открыты Двери Каждому Кто Действительно Себе Чувствует Силы И может Взять На себя Ответственность Что он Будет Тратить Время Что он Будет Инвестировать Какие-то Затраты Потому что Ну чтобы Пообщаться С проектировщиком Могу Честно Сказать Что Определенную Сумму Из своего Кармана Я им Выложил Потому что Ну просто По-другому Нельзя Эти люди Проделали Определенную Работу То есть Они Доносили Проект Который Так И не успел Родиться Это проект Поехали Все о нем Помнят Кто У нас Присутствовал На вебинарах Но он Не появится Потому что Окупаемость Там Достаточно Большая Но зато Сейчас Произошло То что Произошло 2 ноября Так как Нашу команду Тот Кто уже Представлял Технологию Skyway В Челябинской Области Знает И вот Присоединился Замечательный Человек Также Молодой Специалист Очень Перспективный Талантливый Молодой Человек Отец Целого Семейства Александр Олегович Шипилов С которыми Мы Непосредственно Вот Я нахожусь На связи И Это как раз Таки Человек Который Отвечает За все Процессы По ускорению Получения Данных По адресным Проектам Мы Реально Планируем Делать Техническую Документацию Не то Что Преппроектная Работа Вначале Это будет Аван Проект Но Так может Получиться Что это Будет Действительно Уже Реальный Проект Реальная Техническая Документация Точнее Техническая Документация У нас Всегда Реальная В ЗАО Струнные Технологии И стоит Отдать Должное Кириллу Бадулину Который Очень Много Времени Тратит На те Проекты Которые Потенциально Могут Выстрелить Я могу Сказать Что В отделе Адресных Проектов Как вы Думаете Сколько Людей Работают И они Такой Шквал Обрабатывают Информации Кирилл Его Помощница Еще Сейчас Планируется Немножко Расширение Это Я могу Сказать Примерно В такой Желогике Что То Что Делают Современных Корпораций Тысяч Людей У нас Делают Чуть Более Двухсот Людей Я На сегодняшнем Вебинаре То что Пишут О Hyperloop Потому что Меня эта тема Не оставляет В покое Ни в коем случае Я слежу За их Инстаграмом Твиттером И так далее И Очень Мощный Пиар Формируется Очень большие Средства Расходуются Опять же Наше счастье Что президентом Стал Дональд Трамп Не Хилари Клинтон Потому что Как раз таки Hyperloop Финансируется Счастье Вот той стороной Сейчас Опять же Наша удача Улыбнулась Нам снова И Небесная дорога Озаряется Потому что Виден Виден Конечный результат А конечный результат Это уже Первый Технологический прогон 29 ноября Так вот Вернемся Дорогие друзья К тому Что будет представлено 29 ноября Какие будут Представители Я рассказал От США Я не буду называть Имя этого человека Но Это один из немногих людей Кто всерьез Заинтересовался В числе первых Такого Рода Олигархов Не побоюсь этого слова Как русских Так и Иностранных Так как этот человек Работает на международном рынке И Увидел потенциал Технологии Skyway И сейчас Этот потенциал Расширяется Еще больше То есть Этот человек Будет присутствовать 29 ноября А также Ранее Возможно Он появится Вторая управляющая Компания Это Управляющая компания С Канады То есть Эти люди Наблюдают за проектом Уже более 10 лет И Искренне ждали Когда же Уже реализуется Сейчас Я могу сказать Они с таким рвением Начинают Ускорять процессы По Развитию Предсоглашений По адресным проектам По установлению Различных связей Партнеров Что Действительно Их рвению Остается Только Не то что Позавидовать Но следовать Их примеру По развитию Адресных проектов Это Что касается Управляющей Компании В Канаде И Родхук Приедет Уже Не один Не Со своим Ассистентом А уже Со специалистами С топ менеджерами Компании Аурикон С Тем Человеком Кто Решает В том числе Быть проектом В Австралии Или не быть То есть Он также Убедится В работоспособности Технологии Skyway И естественно Будет ряд Инвесторов Которые Как мы и говорили Потенциально От миллиона долларов Могут инвестировать То есть Это Будет Закрытое Абсолютно Простая Не фешенебельная Я повторюсь И всегда Буду это повторять Потому что Меня это Действительно Поразило Насколько Неадекватно Насколько Нерационально Расходуется Топ-менеджментом Hyperloop Средства И зачем Проводить Презентацию Когда еще Не представлена Технология Вообще Вот в реальном Действии На 123 Этаже Бурж-Халифа Представьте себе Сколько стоит Даже если Это Небольшая Комнатушка Мы же будем Проводить На нашем Экотехнопарке Если кому-то Не хватит места Тот же Сергей Если не хватит Места В том домике То он подождет На улице Потому что Действительно Как бы В этом домике Должны быть Те люди Которые В первую очередь Должны Слышать Эту презентацию Должны Слышать Эту информацию Это не какая-то Фешенебельная Опять же Вилла Но я могу сказать Что этот Дом для гостей Также будет Иметь ряд Своих Ноу-хау Ряд своих Преимуществ Которые В дальнейшем Будут реализовываться Также В направлении Испытаний Уже технологии Кластера Линейного города И это Дорогие друзья Нас также Ожидает Но пока что Мы об этом Не будем Говорить Это как Декларировал Анатолий Эдуардович Юницкий Также планируется И Собственно После 29 ноября Я могу сказать Дорогие друзья Что Изменится Очень многое И те люди Которые Сегодня ожидают У меня Такие Люди Есть Директора Заводов Которым Я Намеренно Обращаюсь В тот момент Именно Перед Демонстрацией Потому что Один Вариант Входа И Не факт Что они Поверили бы Допустим На предыдущих Этапах Естественно Меня Подевало И Прорабатывать Эти Контакты На том Этапе Когда в сентябре 2015 Мы продемонстрировали Модель 1 к 10 Но Стоит Рационально Мыслить И дождаться Все таки Для тех Кто сомневается 29 ноября Ну а потом Презентация Нашей технологии Презентация Возможностей Skyway Они сократятся Уже До демонстрации Того что было И того что стало Они сократятся Более того Я вам скажу До просто Видео Видео Технического Прогона И это будет Максимально Очевидно И вот вы заметили Что даже на вебинарах Тролли Не становятся Мы Дорогие друзья Тролли Вас ждем Очень по вам Соскучились Приходите Становитесь Нашими инвесторами Но дорогие друзья Действительно Страждущих Нам мешать Становится Все меньше И меньше Потому что Мы доказываем Очевидность Мы доказываем Действительно Реально действующие Технологии Мы не просто Доказываем Мы показываем На реальном Примере И Можно сравнивать С самолетом Братья Фрайт Но далеко не самолет Братья Фрайт Это машина Мирового образца Которая Да Естественно Не стоит ожидать Что Вот сразу И будут те люди Которые будут говорить Ну поехало 30 км в час Там пускай 40 км в час Но они же говорили 150 км в час Дорогие друзья Это испытание Сегодня 30 км в час Завтра 40 После завтра Будет 60 Через неделю 150 Это испытания Это наука И это инженерия Ничего просто так Абсолютно Не бывает И более того То что сейчас Планируют Реализовывать Hyperloop Ознакомьтесь Почитайте С этим Пиар Пшиком То что Hyperloop Оказывается Планируют Начинать Строить Трассу В Лас-Вегасе То есть То они в Дубае Строят То они в Лас-Вегасе Вы уж Определитесь Где будет Пилотный проект Потому что Средства Скорее всего Не хватит Дорогие друзья Искренне Желаем им успеха Но невозможно Не отработав Определенные этапы Технологии А в нашем случае Это высокоскоростная Технология А более того К высокоскоростной Технологии Мы подойдем Только после Демонстрации Легкой Городской Пассажирской Трассы И у нас Расписано Все по ступеням Антолий Эдуардович Все предусмотрел А если У них есть Архитектурное Строительное Бюро Которые делают Дизайн И я Тоже Сергей Анатольевич Скопировал Сегодня Фразу Интересную Я вам Также Сейчас Скопирую Вообще Ничего не напоминает То есть Практикующая Футурология То что Мы Обсуждаем На наших Вебинарах А может Слушают наши Вебинары Вообще Естественно Я могу Льстить Нашим Вебинарам Но Я Был Удивлен И не удивлен Когда Мне Сказали Что Компании Конкурирующие В определенных Странах Слушают Вебинары Чтобы Узнать Соответственно Кто Конкурирует Еще Поэтому Дорогие Друзья Наши Вебинары Записи Я не имею Ввиду Вебинары По средам Я имею Ввиду Новости Я имею Ввиду Все Репортажи Очень Тщательно Отслеживают И Да Нас Сейчас Не пишет Хай-тек Да Нас Сейчас Не пишет Ну Я говорю Про русские Такие Издания Выско-технологичные Инновационные Ноу-хау Но Почему-то Пишут Об решениях Как Путь в никуда Мы считаем То есть Это беспилотные Фуры То есть Беспилотные Фуры Можно сравнить Как Я не знаю Лошадиная Повозка С каким-то Двигателем Чтобы Так же Перемещала Повозку Лошадь И лежал Просто Двигатель То есть Это Я могу сравнить Примерно Беспилотные Фуры Мы говорим Про концепцию Что фуры Будут Вообще Полностью Убраны И есть На это Решение Это Грузовое Это Грузовое Направление И именно Грузовой Транспорт Дорогие Друзья Сформирует Концепцию Что Мы Как Сегодня Пользуемся Мобильной Связью Скайпом Вайбером И кстати Вот Тоже Нюанс С Представителем Африки Я пообщался По Ватсапу Я пообщался Не по Скайпу Даже Потому что У них нет Скайпа По Ватсапу Бесплатно Не тратя С его стороны Со своей стороны На международные Переговоры И Мы Пошутили Я как бы Обрисовал Что Ну Примерно Концепция Перемещения Будет Как Мы С вами Общаемся По Ватсапу То есть Она Будет Бесплатной Он Спросил За счет Чего Прибыль Будет Я говорю Ну За счет Грузового Направления За счет Дополнительной Вновь Созданной Которой Сейчас Не существует Сферы Услуг Второго Уровня То есть Это будет Совершенно Инновационные Рекламные Решения Это И будут Совершенно Инновационные Девелоперские Проекты Это будут Совершенно Иные Сферы Которых Не существует То что Уже Если говорить Про фоторологию Вы закажете Еду Вам не нужно Будет ехать В ресторан Вы либо Еете В станцию По пути Вашего Следования Причем Закладываете Маршрут На Мобильном Приложении Либо Еда Просто Въезжает Вам Ваш Юнибус Либо Ваш Персональный Юнибус То есть Если мы Говорим Насколько Большой Потенциал Будет Нести В себе Юнибайк То это Будет И Спортивное Направление Экскурсионное Направление И Естественно Скайфитнес Естественно Это будет Велосипед 21 века И так далее И тому подобное А что будет Себя Вмещать Кстати Про Юнибайк Мы Основные моменты Не раскрывали Еще придет Время Дорогие Друзья Обязательно Узнаете Но Все направления Которые На сегодняшний день Включает Мир Интернет Вещей Современная Инфраструктура Пятого Технологического Уклада Что-то Мне подсказывает Что Юнибайк Это все Втянет Потому что Это будет Единое Мобильное Персональное Пространство Также Будет Помимо Персонального Пространства Паблик Пространство То есть Это будет Уже Общественное Пространство И Которое Также Может Являться И Персональным Сергей Анатольевич Всегда Мечтал О Джакузи Но Сейчас Он не мечтает О Джакузи А мечтает О Тренажере Внутри Юнибайка Дорогие Друзья Я могу Сказать Что Сегодня Допустим В спортзале Я специально Встаю Очень рано Чтобы У меня Была Возможность 20-30 Минут Побегать На беговой Дорожке То есть 20-30 Минут Это Действительно Большой промежуток Времени В нашей Сфере Можно Провести Различные Переговоры И Различные Встречи Так вот Я С удовольствием Перемещался Бы лучше На определенную Встречу На очередную Встречу Не крутил Крутил бы Педали Вырабатывал Электроэнергию И еще больше Вырабатывал бы Электроэнергию Если бы Я Запитывал Аккумулятор С помощью Упражнений Про направление Sky Fitness Обязательно В конце Вебинара Вы увидите Ролик Репортаж В котором Мы Расскажем И Адриан Кармоция Вице-чемпион Мира По натуральному Бодибилдингу Покажет Концепцию Sky Fitness И Как действительно В юнибайке Можно будет Заниматься Спортивными Упражнениями На все Группы мышц То есть Это та сфера Которая Полностью Изменит Нашу жизнь И Вот эти Действительно Потенциальные Как стратегический Инвестор Вот Кстати Один из Учредителей Управляющих Компаний В США Он является Нашим Потенциальным Стратегическим Инвестором И Естественно Дорогие друзья Представьте Себе На его месте Что Вы обладаете Миллиардом Долларов Например И Распрощаетесь Либо Вы быстро С сотни Миллионов Долларов Либо С 50 Миллионами Долларов Естественно Будет Аудит Естественно Будет Ожидание Демонстрации Естественно Будет Долгосрочный Процесс То есть Это Крупная Корпоративная Сделка Я бы сказал Крупнейшая Корпоративная Сделка Это Также Войдет В историю Вообще Современных Инноваций Индустрии Технологии И Всему Свое Время Дорогие Друзья Да Мы Общаемся Непосредственно Сергей Анатольевич Общается Я Общаюсь Как минимум Уже С 20 Ребятами Пообщался У которых Заканчивается Весь бизнес На том Что Они Просят Во-первых Приехать В их регион Заключить Сделку И нужно Там Страховку Оформить Это 10-20 Тысяч Долларов И Это И есть Их Бизнес Сейчас Мы Таких Людей Начинаем Вычислять Уже На начальной Стадии Разговора И Если У вас Есть По конкретике Дорогие Друзья Дамы И господа Общение То Я Обязательно Вам Дам Сейчас Контакты Мои Сергей Анатольевич Обязательно Обращайтесь К другим Представителям И членам Совета Правления Которым Вы Считаете Нужным Обратиться Но Так как Мы Здесь Спикеры То Мы Дадим Свои Контакты Действительно Большое Количество Людей Пишет И Некоторые Предложения Сразу Отсеиваем Потому что Это Как раз Попадает Под стадию До некоторых Предложений Еще руки Не дошли Потому что Естественно Это Такой Ступенчатый Процесс Но Готовы Помогать И Максимально Готовы Помогать Я бы сказал Вот Один из Контактов Я вам Привел По Африке Я не буду Говорить Конкретные Страны Неизвестно К чему Это Приведет Но Это Кажется Что Действительно Живой Это Знаете Как Сеять Золото Старатели Делают Свой Бизнес Либо Огранка Огранка От Алмаза Чтобы Получился Бриллиант Вот Таким Образом Контакты Просеиваются И Действительно Отшлифовываются Но Дорогие Друзья Это Тот Потенциал Который Схема Крауд Инвестинга В себе Несет И Стоит Отдать Должное Анатолию Эдуардовичу Ницкому Что Он В 2013 Году Заложил Фундамент Возможностей Для каждого Человека Живущего На сегодня На планете Земля Возможности Скайвэй Знаете Есть такая Пирамида Масло Пирамида Потребностей Я хотел бы Вам рассказать Пирамиду Возможности Скайвэй Так вот В 2013 Году Представьте Основание Фундамент Это Крауд Инвестинг То есть Это те Кто инвестировали От 50 долларов Просто поверив Технологии Я думаю Что все Помнят Кто присутствовал В гостинице Университетской Что это Абсолютно Такая Недорогая Гостиница Но Информация Там стоила Миллионы Долларов Часто Кричали На подобных Мероприятиях Что Да Информация На миллионы Долларов Будь там Все будет Классно Но там Действительно Дорогие друзья Я могу сказать Что информация Была не просто Для меня На миллионы Долларов Она была На миллиарды Долларов Только для меня А для многих Людей Которые Сейчас Входят В проект Skyway Тогда Был заложен Фундамент Основания Нашей пирамиды Возможности Skyway Я не побоюсь Этого слова Пирамида Сравнивает Эту устойчивую Фигуру С различными Хайпами С различными Интернет проектами Мы к такому Не относимся Я искренне Надеюсь Что сейчас Мы доказываем Делом И даже Вот тот факт Что у нас Троллей Очень мало Присутствует Даже вот сегодня Не порадовали Своим присутствием Господа Тролли Действительно Мы становимся Максимально И максимально Доказательными Максимально Испепеляющими Всякие Сомнения И соответственно Максимальное И максимальное Количество людей Начинает Присоединяться К проекту Skyway Вот это Основание От 50 до 1000 долларов Я позиционирую Вот это Первичное Основание С этого Всего Началось И Первая Моя инвестиция Могу сказать Что это Была Относительно Небольшая Инвестиция То есть Это Несколько Тысяч Долларов Мог бы Инвестировать Больше Но были Сомнения Были риски И были Сомнения Дорогие Друзья Я честно Признаюсь Что мы Достигнем Тех Результатов Которые Сейчас Мы Имеем Сейчас Я могу Сказать На такой Стадии Которые Присоединяются Все К проекту Skyway Это Сладостная Стадия Естественно Риски Имеются Естественно У нас Продолжает Оставаться Венчурный Проект Но это Совершенно Другая Стадия Дорогие Друзья Чем Мы Имели Ее В 2013 Году И Следующий Элемент Строения Нашей Пирамиды Возможностей Я могу Назвать Сетевое Построение Корпорации Которое Началось С этого Фундамента От 50 До 1000 Максимум 2000 Долларов Это Инвестиции От 1000 2000 Долларов До 5-10 Тысяч Долларов Это Сетевое Построение Корпорации И После Того Как Была Запущена Партнерская Программа После того Как Была Запущена Схема Крауд Инвестинга Дорогие Друзья Я могу Сказать Что Мы Вышли На Те Объемы Почему Почему Я говорю Мы Потому Что Я Могу Не Имею Право Это Утверждать Так Как Я Развивал В РСВ Тогда Структуру Часть Дублицировалась Капитали Часть Сейчас Развивается Также В РСВ Очень Сложно Было Доносить Информацию Но Мы Вышли На Объемы На Которые В самом Начале К примеру Skyway Инвест Групп Не Мог Выйти Представьте Когда Все это Начиналось Только На Идеи А Сейчас Не Только Идеи Сейчас Конкретная Реализация Насколько Проще Начинает Нам Казаться И Действительно Насколько Проще Не просто Казаться Мы Понимаем Что Намного Проще Сейчас Реализовывать Проект Skyway Это Я называю Модель Сетевого Построения Корпорации Обязательно Нарисую Эту Картинку Чтобы Визуально Было Видно И Кстати В Словакии На следующей конференции Обязательно Эту модель Представлю И Третий этаж Третий этаж Это У нас Уже Возможность Привлечения Крупных И Крупнейших Инвестиций Это То Что Было Закрыто В 2013 Году Сергей Анатольевич Естественно Как Гуру В Влечении Инвестиций И Обработки Контактов В проекте Skyway Тот Кто Извините Познакомился С Лебедем Александром Ивановичем Он Умудрился Привлечь На первой Конференции Для Крупных Инвесторов Которая Прошла В Минске Напомните Мне пожалуйста Дату Я тогда В первый Раз Пожал Руку Анатолию Эдуардовичу Юницкому Помню Это ощущение Когда у меня Рука Просто вспотела И она Начала Однорожать Потому что Я Даже Не Не испытывал До того Момента Такого Ощущения И я не был Знаком С Стивом Джобсом С Билл Гейтсом То есть С масштабом Личности Такого уровня Просто Не был Знаком Я не ожидал Что такая Реакция Произойдет Но Это для меня Сказало По многому Что действительно Я нахожусь В нужное время В нужном Проекте С нужными Людьми На тот момент Была совершена Крупная Инвестиция То есть Это Один из Партнеров С Сергеем Анатольевичем И на Сотни Тысяч Долларов Ну Чуть больше Ста Тысяч Долларов Была совершена Инвестиция По тому Дисконту Я могу Сказать Что Это было Великолепное Решение И Более того Я могу Сказать Этот человек Сомневался На определенных Стадиях Но сейчас Он регулярно Следит за Новостями И Кстати Он будет В качестве Людей Так же Которые будут Присутствовать 29 ноября Я думаю Что Он будет Инвестировать Еще Продолжать И еще И Так же Рассказывать Тем людям Которым Он посчитает Нужным Рассказать И Верхняя Ступень Которая Была Невозможна Ни в 2013 Ни в 2014 Ни даже В 2015 Она только В середине Начались Первые потуги Первые шаги Буквально На коленях Мы ползали Это Адресные Проекты Инициация Адресных Проектов И Соответственно Это Совершенно Иной Бизнес Это Грандиозный Масштабнейший Бизнес Который Я могу Сравнить Только Закладкой Схемы Развития Провайдерских Сетей Когда только Начал Развиваться Интернет В 90-х годах И Есть У меня Определенный Контакт В Челябинске Человек Которого Хочу Выйти Он является Несмотря На то Что по Челябинской Области Развил Провайдерскую Сеть Является Одним Из Крупнейших Сетей Интернета Он Начал Этим Заниматься В 90-е Года Когда Многие Сомневались Будет ли Интернет Интернета Не будет Это Дорого И Кто Захочет Интернет Вообще Вайфай Вообще Речи Не было И Тогда Эти люди Задумывались Вот Подобные Люди Задумываются На сегодняшний День Об адресных Проектах Это Такая Вот Почти Верхняя Ступень Развития Возможности В проекте Skyway И Естественно Следующая Следующая Уже Ступень Это Управляющая Компания То есть Это Как говорится Высшая Ступень С которой Сразу Начал Родхук Он Начал Не С Выше Ступени Я Честно Признаюсь То есть Родхук Инвестировал Определенные Средства В компанию Свои Личные И Я думаю Когда-нибудь Мы узнаем Какая Была Сумма Инвестиций Которую Родхук Совершил Он Также Изучал Проект Он Также Понимал Риски Но Потом Он Сразу Перешел На Шестую Ступень Дорогие Друзья Представьте Что Сейчас Те Предприниматели Вот Многие Меня спрашивают Каким Образом Общаться С предпринимателями Каким Образом Общаться С депутатами И Вот Недавно Илье Рассказал Своему Партнеру С первой Линии Которого Я тренирую Так Скажем Для Меня Очень Интересно Я Очень Рад Что Очень Активный Парень 18 Летний Общается С дочками Депутатов Не для Выстраивания Каких-то Отношений А для Того Чтобы Наладить Контакты С самими Депутатами Общается С предпринимателями Парню 18 Лет Дорогие Друзья И Я Ему Сказал Что Илья Сейчас К этим Людям Может Заходить Как раз С шестой Ступени То Если Они Хотят Быть В регионах В качестве Соучредителей Управляющих Компаний То есть Определенные Шаги Им нужны Контакты Лоббирующие Чтобы Организовывать Связь с властью Инфраструктурные Также Деятели Которые Могут И В прошлом Реализовывали Хотя бы Строительство Моста Хотя бы Строительство Какой-то Недвижимости Специалисты По проектированию Какие-то Подрядные Организации Которые Теоретически Могут Понадобиться Тем работам Которые Не будет Выполнять Головная Компания И естественно Пиар Маркетинг Отдел То есть Это Составляющая Управляющая Компания Которая Не будет Состоять Вообще В качестве Учредителей Из большого Количества Людей Я не знаю Открою вам Секрет Или нет Но Сложнейший Проект По Выскоскоростной Дороги Выскогорье Китая Реализовывали Менее Десяти Людей И чуть больше Пяти Людей Строили Эту Дорогу Тысячу Людей Вот Это Топ Менеджмент И Я Сказал Илье Что Задавай им Просто Вопрос Хотели Бы Они Иметь Возможность Сформировать Такой Пласт Серьезнейшего Бизнеса Многие На сегодняшний День В сегодняшних Ситуациях Действительно Верят В том Что Их Бизнес Не Утонет Я могу Сказать О своем Бизнесе Дорогие Друзья Когда Санкции Ударили Тогда Вообще Сразу Просто Обрубили Рынок Переводов На Иностранные Государства Остался Русский Рынок Который Так Скажем Как Оптовая Продажа То есть Помалу Но Нужно Много Заказов Соответственно Много Трудозатрат Слава Богу Тогда Встретился Проект Skyway Потому Что Я могу Сказать Что Мои Мои Перспективы И Мои Амбиции Сейчас Вылились В какие-то Другие Направления И Обязательно Запараллелил С Бизнесом Сейчас Он Работает На Полуавтомате Я его Естественно Подморозил Потому Что Я Ценю И Понимаю Возможность Которая Действительно Бывает Раз Сто Лет И Я могу Сказать Открыто Что Сергей Анатольевич Отказался От Поста Министра А я Заморозил Свой Бизнес Потому Что Я верю В Развитие Проекта Skyway Я вижу Как Мы Достигаем Результатов Поэтому Я На Такой Риск На Жертву Определенную Пошел О Других Жертвах Естественно Каждый Подумает Сам Из Активистов Кто Несет Таких Историй Может Быть Масса И Действительно Я Неустанно Буду Повторять Такую Фразу Что Любой Может Стать Каждым В Проекте Skyway И Пусть Говорят Что Там Допустим У Тебя Уже Мозги На Бекрине С Проектом Skyway Но Когда Они Будут Иметь Возможность Подумать Что Ведь Была Эта Возможность И Сейчас Я Даже Не Передаю За Проезд Потому Что За Проезд Не Нужно Будет Оплачивать Это Все Будет Происходить Удаленно Может Быть Даже Будет Подписка Как Скайпе И Сидя Возле Туалета А Почему Почему Я Сижу На Этом Месте Не Заинтересовался Возможностью Которая Когда-то Была Вот Сейчас Такой Этап Дорогие Друзья Что После 29 Ноября Я Действительно Вижу Просто Вижу Просто Это Ближайшее Будущее Что Сейчас Мы Развиваемся В Гипергеометрической Прогрессии Тогда Просто Полетит И Как Говорится Такая Вот Фраза Часто Встречалась В Проектах Различных Которые Я Развивал С 2011 Года Интернет Проекты Дорогие Друзья Мы Взлетаем И Те Кто Не Верил Держитесь Мы Действительно Летим Ввысь Вот Эта Стадия Дорогие Друзья Наступает И Я Рекомендую Вам Собрать Лист Контактов Я Очевидные Вещи Скажу Просто Обзвоните И Скажите Что 29 Ноября Произойдет То О чем Я Имею Тебе Право Рассказать Потому что Я Тебя Просто Знаю Потому что Это Возможность Которая Бывает Раз Сто Лет И После 29 30 В Начальных Числах Декабря В Январе Напомните Ему Об Этом Просто Введите Его В Телеграм Чат Дорогие Друзья Кто Под рукой Телеграм Чат Пожалуйста Скиньте Ссылку Потому что Я Не могу Быть Тамадой На Празднике Вебинара И Сейчас К сожалению Ссылку На Телеграм Чат Не Найду Но Действительно Уникальное Информационное Поле Более того Мы будем Автоматизировать Именно Оболочку Телеграм Появятся И боты Которые Будут Помогать Вам Продавать Но Пока Что Такие Боты Это Наши Вводные Технико-экономические Вебинары И Расширенные Технико-экономические Вебинары В которых Мы Максимально Стараемся Вам Донести Информацию Потребности Хотя бы Заинтересованности В проекте Skyway И Дорогие Друзья Уже В завершении Вебинара Я хотел бы Сказать Очень важную Вещь Очень важную Вещь Которую Можно Сформировать Из концепции Sky Fitness Sky Fitness Сделает И делает Сейчас В наших Мыслях Потому что Мы знаем Как это Будет Происходить Как минимум Наше тело Подтянутым Как максимум Здоровым Транспорт Skyway Сделает Нас Счастливыми Так как Мы Будем Пользоваться Действительно Очень Серьезными Транспортными Решениями Которые Позволят Нам Перемещаться Из Париж В тапочках Либо босиком Кто как Пожелает И Действительно Наша жизнь Поменяется То есть Мы будем Более Счастливыми Но Самое Главное Направление Sky Fitness Сделает Нас Здоровыми И Продлит Нам Жизнь Это То На чем Сейчас Бьются Медики Это То На чем Бьются Диетологи На самом деле Оно будет реализовано В юнибайках И Каждый Из живущих Сегодня На планете Земля Сможет Пользоваться Этим Решением И подытоживая Обязательно Сформирую Слайд В этом Можно сформировать Миссию Корпорации Skyway Мы делаем Людей Здоровыми Счастливыми И продлеваем Жизнь Я думаю Что такая Корпорация Абсолютно Достойна Внимания И Помощи От Людей Которые Будут Получать Достаточно Серьезные Прибыли От Совладения Головной Компанией Которая Соответственно Им Отплатит По заслугам Уже В виде Дивидендов В виде Той Прибыли Которая Будет Формироваться Из Пула Адресных Проектов Которая В свою очередь Сейчас Только Начинает Зарождаться Дорогие Друзья Все Еще Не Только Начинается Но Нам Предстоит Еще Очень Очень Много И Поэтому Я могу Сказать Что До скорых Встреч На Расширенных Технико-экономических Вебинарах Сергей Анатольевич Сегодня В дороге И Опять же Это То Что Происходит Нашей Современной Транспортной Индустрии Сергей Анатольевич Возвращается Со встречи С очередными Крупными Инвесторами Время Которых Дорогие Друзья Пришло И Ничто Уже Нас Я считаю Не сможет Остановить И Что Мне Подсказывает Что Мы Имеем Все Возможности И Все Перспективы Занять Львиную Долю Сформирующегося На сегодняшний День Рынка Рынка Инновационного Прорывного С высокой Капитализацией Прибылью Рынка Транспорта Второго Уровня Поэтому Строим Скайвей Спасаем Планету Даем Дорогу В мир Транснету И Всех Оповещаем О 29 Ноября Потому Что Произойдет Очередная Веха Которая Войдет В историю Я считаю Вообще Всего Человечества Строй Скайвей Спасай Планету Будучи Скайвей Захран Планету Консуи Скайвей Соф Планет И Попиджи Скайвей Мэтш Магобойгут То есть Это По тем Языкам По которым Я помню Я На всю Жизнь Запоминаю Те моменты Когда Вице Чемпионы Мира По натуральному Бодибилдингу Переводят В качестве Безвыходной Ситуации Презентацию Когда я Обещал С английского Андриан Переводил На словацкий Дорогие друзья Это дорогого Стоит И Это возможно Наверное Пожалуй В таких Проектах Как Скайвей До скорых встреч И Ждем Новых Гостей В наш Проект Продолжение следует